Девушки отдыхают Второй этап сезона прошел на трассе Усады, которая имеет интересную конфигурацию. Дело в том, что в Ледовом кольце, в отличие от оподробных гонок, конфигурация не обязательно овальная, а может включать в себя абсолютно любые повороты. Этот автодром был открыт в феврале 1998 года в селе Усады Высокогорского района, в 30 километрах от Казани. На тот момент это был новый автоспортивный комплекс и включал он в себя две трассы. Одну со снежным, другую с полностью ледовым покрытием, которое проходили на шипах. На снежном покрытии пилоты соревновались без шипованной резины. И в те годы в Татарстане автоспорт набирал очень большие обороты. Состоялся настоящий автоспортивный бюджет. По всей республике Татарстан открывались новые трассы уже не только рядом с крупными городами. И практически все могли увидеть эти захватывающие гонки воочию. Ну а пилоты из Татарстана становились лучшими в этом классе гонок. В зимних трековых гонках принимали участие и выигрывали такие пилоты, как Сергей Петрухин, Абдула Арифов, Пердаус Кабиров, Эдуард Куприянов, Роман Васильев и Рустам Мениханов, который стал победителем не только в классе от 1600, но также в категории супершип. За годы в республике Татарстан зимние трековые гонки и ледовое кольцо набрали очень большие обороты. В течение пяти лет чемпионами России стали в 99-м годом Айрат Шаймиев, Полит Бадридинов в 2000, Фердаус Кабиров в 2002 и Роман Васильев в 2003. Но уже в середине 2000-х появились новые имена. Тимур Тимирзианов, который известен нам как чемпион Европы по ралли-кроссу и победитель этапа чемпионата мира, стал обладателем Кубка России по ледовым гонкам в 2014 году и чемпионом России в 2018. Среди новых звезд в середине 2000-х также появились такие пилоты, как Тимур Шагабудинов, ныне известный нам в том числе своими успехами в европейском ралли-кроссе и гонщик команды Таив Моторспорт Дмитрий Брагин. В наши дни уже настоящая легенда российского автоспорта и шестикратный чемпион кольца. Дмитрий Брагин известен и всем, кто увлекается именно ледовыми гонками, где он также добился больших успехов. Причем не только как пилот и не только как руководитель команды, но уже и как тренер. Ведь в прошлом году чемпионом ледового кольца в России стал его ученик Михаил Симонов. Легенды прошлого и легенды настоящего, а также легенды будущего. Уже четверть века живет история ледовых гонок в Республике Татарстан. Трасса Усады принимает у себя второй этап чемпионата Кубка России по ледовым гонкам 2024 года. Сегодня в центре нашего внимания класс 1400 и класс свободный. Наш сегодняшний рассказ мы начинаем с класса 1400. Итак, старт первого заезда. Очень хорошо его принимает Рустам Фатхудинов на ладе Гранта ФЛ. Он вырывается вперед, но у него серьезные соперники. Сразу же в атаку идет Раис Миниханов на своей яркой зеленой ладе Калина. Он выходит вперед, но тут как тут Дмитрий Крупнов, которые проходят и Фатхудинова, и Миниханова. Захватывая первую строчку, захватив первую позицию, Крупнов сразу же начинает отрываться. В то время как Фатхудинова оттесняют на заключительную, на пятую позицию. Не ослабляет свою схватку Раис Миниханов, который гонится за Крупновым. И также Рустам Фатхудинов обгоняет Богдана Перешивалова и Николая Калинина, поднимаясь обратно в первую тройку. Второй круг заезда. Половина первого заезда уже позади. Рустам Фатхудинов проходит в Раисе Миниханова. Страджение молодости и опыта, как принято говорить в таких случаях. За ними Николай Калинин на четвертой позиции. И замыкает первую пятерку Богдан Перешивалов на автомобиле под номером 63. Нет буквально здесь соперников у Дмитрия Крупнова, который лидирует уже с запасом в несколько секунд, уходя на последний круг дистанции, одерживает победу. Опережая на тридцать секунды Рустама Фатхудинова, который все-таки оставил позади Раиса Миниханова, Николай Калинин и Богдан Перешивалов по итогам первого заезда замыкают пятерку. А мы уже смотрим за событиями второго, где сходу Николай Калинин захватывает первую позицию. Но Крупнов оказывает на него самое серьезное давление. Разгорается очень интересная битва. Впрочем, у них есть еще один соперник, который подтягивается к нему, уже подбирается вплотную. И это Василий Кораблев на автомобиле под номером 56. Вот команды «Парус», которые они создали вместе со своим отцом. Калинин продолжает лидировать. Крупнов, выигравший первый заезд, пытается протиснуться на внутренний радиус. У них доходят до нескольких контактов, чем пользуется Кораблев, который оказывается внутри. Василий Кораблев захватывает лидерство и пытается удержать его на заключительном круге второго заезда. В то время как Калинин несколько теряет темп. За ними Александр Клесниченко и Никита Орлов. Что-то пытается еще сделать Крупнов. Под самый конец ему удается пройти Василия Кораблева. Несколько раз они обмениваются уколами. Но все-таки Крупнов впереди и он одерживает победу, опережая Василия Кораблева только на 3,5 секунды. Николай Калинин третий, Александр Клесниченко четвертый и пятерку замыкает Никита Орлов. Нет времени на передышку. И вот он, третий заезд, где сразу же Калинин вновь захватывает лидерство на старте и на этот раз пытается его удержать. Данил Минаков допустил очень сильный занос. Откатился со второй позиции на четвертую. Рустам Фатхудинов на красной гранте. Сражается с белой Калиной Василия Кораблева. В прошлый раз он был в шаге от победы. На этот раз пытается не упустить вторую позицию. Кокарев и Минаков за ними борются за четвертую строчку. Фатхудинов опережает Кораблева. Но Николай Калинин на этот раз лидирует до самого конца. Ближе к занавесу заезда он все-таки встречается с сопротивлением со стороны Рустама Фатхудинова. И у них разгорается нешуточная битва на заключительном круге дистанции. Но Калинин все-таки остается впереди и выигрывает третий заезд. А дальше фотофиниш. Кораблев против Фатхудинова их разделило чуть больше трех сотых секунд. Но все-таки Василий Кораблев впереди. Четвертый заезд. И постепенно уже заезды приближаются к своему экватору. Я имею в виду их количество. Здесь самое главное набирать очки. Посмотрите на Раиса Миниханова и Рустама Фатхудинова. Они пытаются навязать сражение Василию Кораблеву, который зацепил брулствер. Очень широко ушел в этом повороте. И этим пользуется Рустам Фатхудинов, который выстреливает с третьей позиции на первую. Раис Миниханов продолжает бороться с Василием Кораблевым. Но наверняка еще рассчитывает догнать Рустама Фатхудинова. Однако пока что Кораблев сопротивляется и вновь цепляет брусвер по ходу четвертого заезда. Для Раисы Миниханова это шанс бросить соперника с хвоста, что он и делает. Колесниченко борется с Кораблевым. Но Фатхудинов все-таки выигрывает заезд с запасом почти в три секунды. Раис Миниханов второй, третий Василий Кораблев, Колесниченко и Миниханов замыкают первую пятерку. Пятый заезд, первый круг и несколько непривычно Данил Миниханов сейчас находится на первой строчке. Он уже был в тройке лидера в какой-то момент. И контакт там был у Николая Калинина с автомобилем Богдана Перешивалова, который несмотря на это продолжает борьбу. А вот у Александра Колесниченко ошибка. Он буквально протаранил Брусфер, его развернул на 360 градусов. Калинин по-прежнему лидирует и ошибку допускает следовавший за ними Станислав Минихаев. Но это сильно не отражается на его ритме, потому что он опережает Минакова и выходит на вторую позицию. Впереди по-прежнему Николай Калинин, летом выступающий в российском ралли-кроссе. Ну а сейчас здесь в Зимнем кольцо Перешивалова вновь в контакт с Брусфером. Минихаев все-таки выигрывает заезд после штрафа для Николая Калинина. Минаков второй Перешивалов в третий, Калинин после штрафа четвертый. Но все равно впереди протаранившего снежный Брусфер Александра Колесниченко. У нас же уже в центре внимания сейчас находится шестой заезд. И в самом начале здесь сходит Даниил Минаков. В самом начале происходит авария Дмитрий Крупнов. Выигравший первый заезд захватывает лидерство. Еще одна ошибка Александра Колесниченко. Еще один таран Брусфера. Дмитрий Крупнов на автомобиле под номером 36, который выиграл до этого первый и второй заезды. Снова впереди. И он идет с большим запасом над Раисом Минихановым, который сражается с 99-й машиной Станислава Кокарева. И Кокареву удается протиснуться вовнутрь. Дмитрий Крупнов выигрывает впереди Кокарева, Миниханова, Колесниченко и Минакова. Некоторые из этих пилотов регулярно сходятся летом в сражении на ралли-кроусовых трассах. Ну а сейчас на Зимнем кольце. Седьмой заезд и ошибка Богдана Перешивалова позволяет Данилу Минакову выйти вперед. Но тут как тут Василий Краблев, который несколько раз уже был очень хорош, был близок к победе, но выиграть не один заезд у него пока что так и не получилось. А здесь важны очки в каждом из заездов, которые вы проводите. Еще один инцидент происходит в дальней части трассы. Минаков тем временем пытается удержать за собой Василия Краблева, но получает удар в задний бампер. Заключительный круг и Минаков ошибается. Перескользил и он открыл калитку для Василия Краблева. Сможет ли все-таки гонщик команды Паруса держать свою первую победу по итогам одного из заездов? Посмотрим. Ну и посмотрите, здесь какая битва Миниханов и Перешивалов. Краблев выигрывает, впереди Минакова. Раис Миниханов все-таки впереди Богдана Перешивалова. Никита Орлов замыкает пятерку. Это результаты седьмого заезда, а у нас на очереди уже восьмой. И здесь мы видим, как вперед вырывается Никита Орлов. За ним Николай Калинин на зелено-белом автомобиле под номером 12. Ну а рядом, конечно же, Раис Миниханов. Один из главных лидеров этого класса. С небольшим контактом он проходит в белую ладу Никита Орлова, поднимаясь на вторую позицию следом за Николаем Калининым. И сейчас Раис Миниханов захватывает лидерство, но Калинин не намерен сдаваться. Он оказывается внутри и наносит атаку. Калинин вырывается обратно вперед на последнем круге. По самой клетчатой флага одерживает победу. Следом за Николаем Калининым второй Раис Миниханов, Станислав Кокарев третий, Никита Орлов и Станислав Минихаев замыкают пятерку. Переходим к событиям следующего, девятого заезда. И видим, как здесь Рустам Фатхудинов лидирует, но у него доходят до контакта с Дмитрием Крупновым, который является одним из его главных соперников. В рамках второго этапа в классе 1400 Минаков вновь оказывается среди лидеров. Вот такие, его можно сказать, успешные вспышки по ходу этих заездов. Не всегда хватает стабильности, чтобы удержаться в первой тройке до финиша. Фатхудинов от него отрывается. И сам Минаков сейчас со Станиславом Минихаевым сражается. Никита Орлов замыкает первую пятерку. Здесь очень все жестко. И Минихаев пытаясь пройти Минакова, доводит дело до контакта. Что же касается Дмитрия Крупнова, то это будет его уже четвертая победа по ходу данного этапа. И именно Дмитрий Крупнов выигрывает девятый заезд, опережая почти на полторы секунды Рустама Фатхудинова. В конце доходит до еще одного инцидента у Минихаева, который финиширует позади Минакова и впереди Орлова. Но в самом начале десятого заезда Крупнов снова захватывает лидерство. И действительно, это серьезная заявка на победу. Несколько контактов с кораблем позволяют Минихаеву оказаться в самой гущей борьбе за лидерство. Неподалеку и Богдан Перешивалов. Очень плотный заезд. Станислав Кокарев замыкает пятерку. Ну а Крупнов вскоре уже к середине десятого заезда лидирует, несмотря на подбитый бампер. И у нас двойная авария на дальнем концентрации. Перевернулся Василий Кораблев и также Станислав Кокарев. Вот такая двойная крыша под самый конец. Дмитрий Крупнов выигрывает не только десятый заезд, но и второй этап сезона Кубка России пули доунгонкам в классе 1400. В Тольятти он был только восьмым, ну а здесь он победитель. Интересно. Самые заезды были интересные. Первый, второй прям удовольствие получил от него. Потом было полегче. Все получилось, все классно. Имя победителя уже известно, но продолжаются сражения за остальные места. И в одиннадцатом заезде лидирует Рустам Фатхудинов, который здесь практически никому не оставляет шансов. Перешивалов и Колесниченко борются за второе место. Никита Орлов неподалеку, ну а Станислав Кокарев после переворота здесь уже не стартовал. Рустам Фатхудинов выигрывает заезд и становится вторым. По итогам второго этапа Кубка России по лидовым гонкам в классе 1400. Можно сказать, что на этом этапе получилось то, что не получилось сделать пять лет до этого, потому что с 2019 года я не видел подиума в лидовом гонках вообще к своей публике, ни в телнах, ни здесь. Это такой, некоторый такой шажочек, перебарул, все эти стереотипы, какие-то свои, так скажем, суеверия. Так что я думаю, что за следующий этап будем уже бороться только за первую строчку. Но сейчас надо уже пройваться в чемпионате, потому что первый этап мы уже откинули, повторяйте, из-за многочисленных технических поломок. Но сейчас, надеюсь, все будет на своем этапе. Ну а за третье место понадобился перезаезд из-за равенства очков. Николай Калинин лидирует впереди Раиса Миниханова. Василий Кораблев не стартовал после того, как перевернулся во время десятого заезда. Так что эта гонка превращается в дуэль Калинина и Миниханова. И сейчас Раис Миниханов выходит вперед. У Калинина уже изрядно подбитая и заклеенная полиэтиленом. Правая сторона машины, несмотря на это, несмотря на то, что машина с виду достаточно кривая, он продолжает бороться. Еще один контакт с Раисом Минихановым. Миниханов перекрещивает и остается впереди. Но Калинин настроен явно решительно. Но здесь он перескользил и фактически впечатал в бруствер Раису Миниханова. Заезд очень напряженный. У Миниханова явно сломана задняя левая подвеска. Калинин стремится к финишу. Но победа здесь зачитана все-таки именно Раису Миниханову, потому что зачитано только два круга. Решительность получалась так, что ребята как бы ехали, ошибались. Можно было действовать. Но получалось так, что через чур жестко приходилось атаковать. Ну, в какой-то степени из-за тяжелого веса, потому что инерция машины намного больше. И не получалось привыкнуть к тому, что инерциальная скорость большая очень. Дмитрий Крупнов становится победителем второго этапа сезона, опережая на 18 очков по итогам всех прошедших заездов Рустамов от Кудинова. Раис Миниханов третий, ну а победитель этапа на КВЦ в Тольятти Николай Калинин становится четвертым. Приз за третье место Раису Миниханову. Второе место у Рустамов от Кудинова. Он также уступает 4 очка в чемпионате второй позиции Дмитрия Крупнова, который этот этап выигрывает. Ну а лидирует в чемпионате Николай Калинин с запасом в 26 баллов. Переходим к классу «Свободный» и здесь виден, что квалификацию накануне выиграл Раис Миниханов, опередив Станислава Минихаева на 1,363 секунды. Здесь участники соревнуются на автомобилях «Рено Логан», Раис Миниханов, Олег Джаворонков, Сергей Полымов, Рифат Галямов и Станислав Минихаев. Это состав первого заезда. В этом классе заездов фактически вдвое меньше и здесь их изначально запланировано 5. Итак, старт первого заезда. Поехали и видим, как Олег Джаворонков вырывается вперед и захватывает первую позицию, но ненадолго. В первом повороте его атакует Раис Миниханов, отбирая у него лидерство. Тем, кто находится позади, приходится очень непросто в снежной пыли. И здесь, к тому же, происходит инцидент. Мы видим, что был явный контакт у нескольких участников. И в итоге Станислав Минихаев не продолжит свое участие в первом заезде. Тем временем сам заезд по-прежнему идет. И Раис Миниханов сражается с Олегом Джаворонковым. Также мы видим ошибку Рифата Галямова, который начинает после нее резко отставать от своих конкурентов. Возможно, у него есть какие-то повреждения на автомобиле. Там дальше мы видели красный логан Сергея Полымова. Да, судя по всему, разбита подвеска у Рифата Галямова. И Полымов тоже, судя по всему, был в том эпизоде на стартовом круге. Раис Миниханов приехал сюда на свой домашний автодром в Усаде в качестве лидера турнирной таблицы, ведь он выиграл на КВЦ в Тольятти. И накануне также, как мы уже говорили, возглавил квалификацию. Вот он, клетчатый флаг. Раис Миниханов почти на секунду опережает Олега Джаворонкова. Рифат Галямов все-таки дотягивает до финиша на третьей позиции. Впереди Сергея Полымова. А вот Станислав Миниханов зашел в результате инцидента, который произошел в первом повороте. Второй заезд класса свободный. Станислав Миниханов, Раис Миниханов, Олег Джаворонков, Сергей Полымов и Рифат Галямов на пятой дорожке. Машина срывается со своих мест. И там доходят сразу Полымова и Галямова до контакта. Раис Миниханов вновь сражается с Олегом Джаворонковым и снова захватывает лидирующую позицию на пути в переповорот. Машина отправляется в занос. Чуть более узкая траектория вначале была у Джаворонкова, но Миниханов свою скорректировал ближе к выходу. Галямов сражается с Минихановым. Что касается Сергея Полымова, то в итоге для него в самом начале окончился заезд. И у нас сейчас продолжается битва только четырех автомобилей, в то время как мы находимся на третьем круге второго заезда. Сражения за третью позицию Галямов и Миниханов несколько растянулись. И каждый из них находится на неком необитаемом острове. Впрочем, к концу заезда ситуация немножко меняется, и Станислав Миникаев начинает прессинговать Рифата Галямова в сражении за третье место. Что же касается лидеров, то Раис Миниханов выигрывает заезд с запасом в 1,628 секунды. Галямов на третьем месте, Миникаев на четвертой позиции. И по итогу уже набранных очков мы видим 8 у Миниханова, и на 2 он опережает Олега Джаворонкова. Переходим к событиям третьего заезда. Рифат Галямов, Станислав Миникаев, Раис Миниханов, Олег Джаворонков и Сергей Палымов. Но по факту мы видим на старте только 4 автомобиля. Сергей Палымов у нас не продолжает борьбу, и второй подряд уже заезд он пропускает. Но, конечно же, основная борьба идет между Раисом Минихановым и Олегом Джаворонковым. Вновь Раис Миниханов у нас вырывается вперед. Между Галямовым и Миникаевым начинается своя собственная дуэли. Все-таки Рифат Галямов здесь не сумел удержаться за парой лидеров, в то время как лидеры у нас как раз прямо сейчас ушли уже на второй круг дистанции из трех. И разворачивает Раиса Миниханова. И он застревает задними колесами на бруствере. Олег Джаворонков может отыграться. И также Станислав Миникаев в том же месте допускает ошибку. И фактически разворачивается бампером, задним бампером к переднему бамперу Раиса Миниханова, который возвращается в борьбу. Попреждений у машины, по крайней мере, каких-то серьезных нет. И мы видим, что на третье место все-таки сейчас Раис Миниханов возвращается. Впереди Станислава Миникаева. А вот для Олега Джаворонкова это такой некий подарок. Дважды он пытался пройти Миниханова, дважды не получилось. Но здесь еще и с ошибкой Миниханова он может не просто отыграться, но даже выйти в лидера по числу очков. Высокий уровень конкуренции. И, конечно, каждая мелочь здесь может решить исход всех сражений. Четыре очка для Джаворонкова. И после третьего заезда теперь у них с Минихановым равенство. По десять очков. Рифат Голямов, Станислав Минихаев, Раис Миниханов и Олег Джаворонков. Но, опять же, здесь нет у нас Сергея Полымова, который должен был стартовать в этом заезде с первой, с самой внутренней дорожки. Итак, старт. И у нас машины сейчас устремляются к первому повороту, сорвавшись со своих мест. И Раис Миниханов сразу же берет быка за рога. Он понимает, что нужно отыгрываться после ошибки в предыдущем заезде. Он моментально захватывает лидерство, но Олег Джаворонков тут как тут и пытается идти в атаку на внутренней траектории. До контакта доходят между ними. Напомню, у них по десять очков набранных. И он фактически заводит Раиса Миниханова в Бруствер. И Раис Миниханов снова борется с Голямовым. За вторую позицию. Минихаев следом за ними. И там цепляет Голямов в Бруствер. Миниханов за счет этого выходит вперед. Если же Джаворонков выиграет, то тогда он вырвется вперед по очкам. Но Раис Миниханов уже второй. Джаворонков лидирует. Но плохие новости есть для него. Заезд остановлен. Будет перезаезд. Причем без участия Олега Джаворонкова. Дело в том, что он исключается из этого заезда. Потому что его механик появился в неположенной для него зоне. И на этом, к сожалению, у нас интрига завершается. Итак, Раис Миниханов. Рифат Голямов и Станислав Минихаев. Но сразу же становится понятно, что у Раисы Миниханова здесь попросту нет равных. И можно сказать, что нет ни одного соперника. Он вырывается вперед на пути к первым поворотам. И дальше, скорее всего, будет только отрываться. Двух обок сражаются Минихаев и Голямов. Минихаев там немножко перескользил. Зацепил Бруствер. И он Рифату Голямова сейчас выпускает вперед. Но Раис Миниханов, как я и сказал, отрывается от своих конкурентов. Интересная борьба идет за его спиной между Рифатом Голямовым и Станиславом Минихаевым. Борьба за вторую позицию. Эта пара пилотов сражается практически в течение каждого заезда. Ну а Миниханов опережает их уже больше, чем на 5 секунд. И сейчас он уже ушел лидером на финальный круг дистанции. Миниханов выигрывает заезд на 5 секунд, опережая Голямова. Минихаев в третий, но и соответственно без двух участников у нас здесь. И как я и сказал, Раис Миниханов теперь опережает Олега Жаворонкова на 4 очка. Более того, Голямов догоняет Жаворонков. И вот он заключительный пятый заезд с участием четырех автомобилей. После проблем в самом начале, после аварии, Сергей Палымов у нас пропустил все последующие заезды. Пропускает он и заключительный пятый по счету, который стартует прямо сейчас. Машины сорвались от своих мест и устремились к первому повороту. И мы видим, что сейчас Раис Миниханов на самом деле идет вторым. Позади Олега Жаворонкова. Однако просто победа Жаворонкову не обеспечит первой позиции, покуда Раис Миниханов продолжает идти вторым. Рифат Голямов идет на третьей позиции. Впереди Станислава Миникаева. Ну а Раисе Миниханова более чем достаточно второй позиции для победы. По итогам второго этапа Кубка РАФ сезона 2024 года. Поле Донгонка в классе свободный. Олег Жаворонков выигрывает заключительный пятый заезд, опережая Миниханова на 4 секунды. Но именно Раис Миниханов становится победителем второго этапа сезона 2024 года. Кубка РАФ в Поле Донгонка в классе свободный. Он набирает 17 очков и на 3 опережает Олега Жаворонкова. Третий рифат Голямов, дальше Миникаев и Полымов. И для Раисы Миниханова это уже вторая победа подряд после его успеха в Тольятти. Раис Миниханов, который всегда готов бороться в любой дисциплине, посражаться за победу, дать бой молодежи и одержать победу. Как он сделал это здесь, на своей домашней трассе в Усадо, в республике Татарстан. Ну ничего, были ошибки, но и другие ошибаются, поэтому получилось призером. Ну, один заезд нас не допустили, потому что во время старта, когда ты заехал в предстартовую зону, нельзя находиться на механике, никому. Механик не знал этих правил. Ну, это же лед, как будто маленький, если отстал, лучше обсуждать. А кто заедет, пришлось скрыться уже, все, только так. Ну а сегодня на этом все, друзья. Эту программу для вас подготовила студия Байер. Вы смотрели обзор второго этапа сезона 2024 года, чемпионаты Кубка России в поле Донгонком. Для вас работал Владимир Башмаков. Спасибо за внимание и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова